Всем привет! Давайте напишем сегодня вот такой пейзажик морской с красивыми облаками такими. Это у меня масло, картон переплетный, не загрунтованный и мастихин. Значит, у меня есть еще такой вот наборчик для моря специально, да, набор оттенков морской пейзаж. Вот что-нибудь из него, я думаю, что вот серая пина подойдет, да. Выдавим. Серая пина. Голубая ФЦ можно взять. Берите все синие, какие у вас есть, желательно морские. Либо просто там черный плюс синий, да, намешать. Можно будет белила, что-то вот такое синенькое, разное. Цируля у меня это голубое, берите любое, какое у вас есть. И что-то желтенькое, да, желтое, охристотелесное, возможно, понадобится. Посмотрим, да, будем видеть поэтапно, что нам понадобится. Вот такие красивые прям, необычные, не просто белые облака и не просто синее море. Ну, хочется легкости, да, какой-то такой. Я взяла, опять же, квадратный формат. Вот, можно было бы мой стандарт на прямоугольный взять, но референс квадратный. Поэтому я уже, думаю, не буду выдумывать, ничего, возьму квадратный формат. Итак, линия горизонта. Давайте-ка лубеньким каким-нибудь. Одна треть, да, я думаю, как всегда. Вот так вот обязательно рыженькая она должна быть, не такая, как у меня. Вот, и вот столько неба, да, столько моря. И начинаем циролиум плюс перилом. Тут у меня немножечко грязная палитра, но ничего страшного, да, это живопись. Это нормально. Если капельку-капельку что-то помешается, ну, совсем капельку. Начинаю с левого верхнего угла. Прямо голубой тут в виде, да. И так вписываю, прям втираю красочку свою в картон. У меня спрашивали, был такой вопрос, чем отличается. Почему некоторые художники грунтуют свой картон под импастомаслом, кто-то нет. Отвечу вам, что по незакрунтованному картону, маслам и стихийам писать удобнее. Просто получается в самой красочке масляной есть пигмент и само масло. Как правило, это линяное масло. И вот это вот линяное масло, то есть связующее, да, пигмент и связующее линяное масло. Линяное масло быстрее проникает в незакрунтованный картон. И можно накладывать вот так вот импасты, да, слои. А в загрунтованном, на загрунтованном, когда вы картоне пишете, то как будто размазывается, да. Не получится у вас так, такой мазочек создать, мазочек на мазочек на мазочек. Не получится у вас так. У вас будет сплошная каша. Я так пробовала. И картина в то же время, кстати, еще и высыхает в пять раз дольше. Вот, поэтому я пишу на незагрунтованном картоне. И все в порядке с картинами. Так, линия, сразу же небо, да, какое-то тут получается большое облачко, тут такое, то есть форму облачка создать. Тут еще небо, больше белила беру. Тут посветление поближе к горизонту. Глубинки. У меня сразу, видите, тут зеленца какая-то подмешивается. Хорошо, на референции она тоже есть. То есть ближе к небу море, ой, простите, небо свеклеет. И теплее тоже. И посмотрите, мастерином я прям вожу вот так вот, разные, да, у меня рука вот так вот двигается. То есть небо, оно тоже, если вы посмотрите на небо, в жизни, оно тоже разное. И где-то светлее, где-то темнее, где-то как будто чуть березца есть, как будто наоборот. То есть небо, оно разное тоже. Так, сделали. Вообще я на референции вижу какую-то фиолетовинку, но я, наверное, добавлю просто синего какой-то, может. Чуть-чуть карминового к этому синему. И прям в очень маленьком количестве эту фиолетовинку, да. Фиолетовый с голубой, с белилами, с белилами. Такой вот лиловый, очень-очень светлый. Эта тень на наших облачков будет. Тут тень, да, пишем объемом. Еще. Мало намешала. Тут тень по правой нижней стороне, да. Представьте, что ваша облачка – это шар. Тут свет слева вверху, тут тень справа внизу. Так, тут. И вниз там тень. Вот сюда вниз тень. Сюда. Там дали небо нашего. Так, даже горизонтальными такими движениями. Так, это тень. Ну, тут будет маленькое такое облачко. Тень написали. Вот тут чуть-чуть небо, да. Я написала. Голубой плюс белила. Тут небо. Кусочек неба. И дальше белила. Свет у нас, как правило, теплый, да. Поэтому вбелила вашу капельку желтинки или охры, или телесные. Что-то прям вообще маленькую-маленькую капельку. Напишем свет. Такое большое облако. Тут начинается уже смешение, видите. Хорошо пусть смешивается. Теперь протираем мастерин. По левой стороне верхней вот это вот облачко светлое обязательно должно быть прям контрастное, яркое. И какой-нибудь красивый силуэт его создать, да, границу вот эту вот. Москово, но красивый такой должен быть силуэт. По левой стороне самые контрасты, да. Тут тоже самое. По левой стороне самые контрасты. Белила, капельку-капельку желтинки или охры. Так, вытираем. И теперь можно чуть-чуть размести, да, этот цвет. Смешать вот эту вот белила плюс фиолетовость, лиловость. Тут у нас чуть-чуть смешать. Смешать? Нет. Тут чуть-чуть добавить. Только с белилами на границе. То есть вот в смешении оно должно быть довольно-таки плавненькое, да. А самые темноты вот тут вот справа внизу. Их оставьте обязательно. Желательно сильно не заниматься, потому что если вы новичок, да и я часто в однотонность все смешаете в споршную кашу и все. Прощадим пасту. Вот тут обязательно учтите светлый краешек этого облачка на темном краешке вот этого облачка, да. Вот так. Вот. Чтобы оно выделялось. И вот тут мы еще не добавили, кстати, вот тут облачка. Тут тоже вот как-то... Продолжение следует... 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 границу немножко пальчиком можно кончиков ли было бы добавить там я уж так 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 чуть-чуть вот здесь облака пишутся как кроны в деревьях свет тень свет тень такими барашками если вы сможете научитесь писать облака то вы научитесь писать деревья если научитесь писать облака деревья то научитесь писать облака подписываем красивая картина готова приятного вам рисования то есть Субтитры создавал DimaTorzok